Не боятся говорить по-английски. Такую задачу ставят перед собой участники клуба английского языка Саратовского государственного университета. Одной из основных проблем при начале общения на иностранном языке является не проблема с грамматикой или скудно-словарный запас, а стресс при кросс-культурной адаптации. Именно решение этой проблемы мы видели в основной задаче при основании английского клуба. Члены клуба общаются со студентами, которые приезжают в Саратов из англоговорящих стран. Джессика Джонсон – американка. Дома она учится на факультете иностранных языков. В Саратове изучает русский. Я была в Саратове на три месяца уже, и мне очень нравится. Все в Саратове очень-очень внимательные. Чтобы помочь людям преодолеть страх при общении с носителями языка, психологи Саратовского университета разработали специальные программы. В этом процессе важна не только интеллектуальная работа, но и эмоциональный отклик. Поэтому все занятия проходят в уютной домашней обстановке. Мы сделали упор на то, чтобы люди просто общались на английском языке. Чтобы они приходили, изучали какие-то интересующие их темы, смотрели какие-то, может быть, фильмы на английском языке, но всегда с психологическим уклоном. Потому что в любом фильме, мы специально их еще и подбираем, можно найти очень много психологически полезных информаций и разобрать. Английский клуб работает два года. За это время его руководители заметили значительные изменения к лучшему. Гораздо больше студентов и аспирантов стали принимать участие в конференциях на английском языке. Александра Сидоровнина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.